Более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу на юге Ливии. В Госдуме заявили о вмешательстве СМИ США в российскую политику. Раухани лидирует на президентских выборах в Иране. В результате атаки на авиабазу на юге Ливии погиб 141 человек. Об этом заявил представитель национальной армии страны Ахмад Аль-Мисмари. По его словам, солдаты возвращались с военного парада, большинство из них были без оружия. Он также отметил, что среди погибших были и мирные жители, которые работали на базе или находились недалеко от нее. Телеканал Sky News Arabia утверждает, что на авиабазу ливийской национальной армии напали союзные временному правительству группировки. Впрочем, правительство национального согласия заявило, что не отдавало приказ об атаке на эту авиабазу. Согласно заявлению президентского совета, заседающего в Триполи Кабмина, случившуюся на юге страны является военной эскалацией и затрудняет процесс национального примирения. Напоминаем, что в Ливии сейчас старит двоевластие. На востоке страны, в городе Табрук, заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированная при поддержке ООН и Европы правительства национального согласия во главе с Фаезом Сараджем. Партия «Единая Россия» пришла к выводу, что финансируемые из США медиа вмешиваются во внутреннюю политику Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев, ссылаясь на доклад Комитета Госдумы по информационной политике. Этот документ содержит результаты проверки работающих в России СМИ на предмет соответствия законодательству. В поле зрения Комитета попали средства массовой информации, которые получают финансирование зарубежных источников. Центральное внимание в докладе уделено деятельности телеканала CNN и правительственного агентства США, Совета управляющих по вопросам вещания, поддерживающего Радио Свобода и Голос Америки. По мнению парламентариев, американское правительство активно занимается пропагандой под видом журналистики. Однако в Госдуме не считают нужным вводить какие-либо ограничения для подконтрольных США СМИ. Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах, набирая почти 23 миллиона голосов после обработки 39 миллионов бюллетеней. Об этом сообщил глава штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади. По его словам, за Роухани следует Аятала Ибраим Райси с 15,4 миллиона голосов. Кандидатом консерваторов Мустафа Агамир Салим набирает 455 тысяч голосов. Бывший вице-президент Мустафа Ахашеми Таба – 210 тысяч. Окончательные итоги голосования объявят ближайшее время. Напоминаем, что голосование состояло в пятницу. Явка составила около 70%. Одновременно с президентскими в Иране прошли выборы в городские советы и до выборов в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.